Иван ТВ Спасибо большое, закончил я военную академию по факультету психологии и педагогики. И, в общем-то, всегда интересовался этой наукой, наукой о душе, психология, наука о душе. И, в общем-то, самое главное было всегда для меня это понять, что это такое, каким образом она влияет на нашу реальность, на нашу жизнь, что мы можем привнести в свою жизнь, зная психотерапию, психологию, и каким образом это все связано, в общем-то, с тем пространством, в котором мы живем, с Вселенной. Своих учителей по психологии я встретил, когда, в общем-то, у меня у самого были какие-то проблемы с теми реалиями, которые я хотел изменить. И, в общем-то, очень удачно появился в моей жизни Леонид Борисович Тальпис с Вселенской психотерапией. Это доктор, это психотерапевт по второму образованию. И, в общем-то, он дал мне очень мощные азы тоже в этих навыках. Квантовая психотерапия, она вообще известна как его методика, но, по сути, пользуется сейчас очень большое количество психологов и дипломированных психотерапевтов в этой практике. Что можно еще сказать? Используются различные методы, на самом деле их сейчас очень много, и, в общем-то, все они проверены на практике. И человек, сталкиваясь с психологом, он понимает, что эта личность может ему чем-то помочь, либо не может. Вопрос только в том, что делать, какие использовать инструменты, какой квалификации человек, что он может реально привнести в его жизнь. Вот, в общем-то, и все. Спасибо, Роман. А подскажите вообще, как давно занимаетесь данной методикой, да, и какие результаты это принесло в вашу жизнь и в жизнь других людей, ваших клиентов, пациентов, да. И, собственно, как вы это применяете, например, каждый день, что вам, какие инсайты приходят и так далее? Каждый день применять не приходится, так скажем, потому что, в общем-то, это такая довольно глубинная работа, работа с подсознанием. Вот, но непосредственно те пациенты, которые и клиенты мои, а я являюсь еще и доктором-терапевтом, приходили с какими-то проблемами по здоровью, с проблемами в личной жизни, в отношениях. Не могли раскрыть свой потенциал, да, свое предназначение. У кого-то очень сильные блоки стояли на финансовую составляющую, да, то есть финансовый поток не могли открыть. Эти люди открылись, у них открылся их предназначение, их жизнь, да, то есть она по-другому начала течь. Вообще это реально большое количество людей, которые благодарны и, в принципе, я не могу точно сказать цифру, сколько их, но это достаточно большая группа лиц. Роман, а подскажите, пожалуйста, каких учителей вы проходили? Вот я слышал, есть Дарья Трутнева, да, суперэго, компания большая. Есть еще какую-то вы проходили, система сборок, расстановок, что-то вот такое, точка сборки, вот расскажите об этом. Это одно из направлений, которые я изучал, вообще своим учителем по психотерапии, я считаю, вообще по психологии, прежде всего, это Александр Геннадьевич Хакимов, вот, Олег Геннадьевич Тарсунов, а уже потом все, что было, это благодаря им. По сути, как бы, ну, ведическая литература, знания, те глубинные о душе, ну, то есть о том, что составляет, на самом деле, основу, отдали мне о ней. Вот, а все остальные какие-то мастера, которые приходили в мою жизнь, это уже, ну, следствие этого всего. В Дарье Трутнево я брал только методику работы с подсознанием мастер-кит использовал. Очень такая практичная методика, которая быстро может показать, где есть триггерные точки, где есть какие-то моменты у человека, которые нужно проработать, да, то есть сразу реагирует тело, да. Вот, у Тальписа какие-то моменты я брал в практике, потому что у него кинезиологический тест очень хороший, у него вселенская терапия очень мощная, точка сборки тоже, его программа. Вот, ну, и в совокупности этого всего я создал свою методику, которая очень эффективно сейчас работает и, в общем-то, позволяет многим людям сейчас реализоваться в жизни. Роман, наша общая с вами коллега Маргарита Сацкая очень хорошо отзывалась о ваших, так сказать, ну, вообще в вашей работе, да, о том, как вы делаете точку сборку, как собираете, как вот это вот разбираете, да, чтобы вот все, вот так сказать, вот эти блокирующие фильтры, блокирующие, так сказать, сознание человека к успеху, чтобы вот они как-то вот растворились и общая цель, она вот была как-то сформирована, единой, чтобы вот в единую точку идти к цели. Вот расскажите немного про метод, что для вас означает точка сборки и как это работает вот в процессе вообще с человеком, когда работаете? Ну, за всю жизнь человек очень много энергии отдает в разные там направления своей деятельности, да, то есть он может заниматься одним, бросить, уйти там туда-туда, то есть он везде отправил небольшое количество энергии, да, и где-то не реализовался, где-то у него осталась энергия, где-то он залип в прошлом в своих мыслях, в своих нереализациях каких-то, у него остались невыполненные мечты или желания, вот. И, в общем-то, когда мы собираем человека единого в точку сборки, вся эта энергия возвращается в него, у него происходит прорыв, ну, можно представить, что наша Вселенная, она многоуровневая, да, и много в ней вариаций событий различных, и, по сути, мы можем двигаться по различным вариациям. В одном направлении, во втором, из этого пространства я могу выйти как минимум там из двух выходов и входов, да, то есть есть основной, там есть черный вход, можно там через окно выйти. Так и здесь, у человека есть возможность получить множество вариаций, разворачивание событий, главное правильно, ну, как бы найти эту точку сборки, основу в себе, этот центр, и уже от него двигаться, исходить от него. Это практичное действие, его невозможно описать, теоретически, вообще не люблю теорию, я люблю практику. Вот, поэтому практичное намного быстрее и без всякой философии. Да, Роман, и я бы хотел еще спросить, помимо всего этого, вы являетесь юридическим доктором, да, и там такие понятия, как патч, карма, или, может, я неправильно сейчас выражаюсь, да, то есть вот расскажите об этом, как вы это применяете, как помогаете людям выстраивать правильное питание, да, как специалист по питанию, вот расскажите тоже об этих методах. Ну, вообще, очень важно психологу знать, из чего состоит вообще тело, вот. Вот настоящий психолог, психотерапевт, он должен понимать, что есть энергии определенные, которые управляют нашим телом, это огонь, вода, воздух, эфир, и если есть смещение какое-то физическое, на физическом уровне у человека, энергетическое, да, то нужно просто в равновесие привести тот или иной элемент в организме, и тело выздоравливает. Я, например, был на речке, простыл немножко, да, то есть я понял, что поднялась слизь, нужно что сделать? Присушить немножко, да, то есть горького чего-то, чего-то сухого поесть, исключить слизь и образующие продукты. Аюрведа, она, в общем-то, очень практичная наука, она показывает, как наши, из чего состоит наше тело, и из каких элементов, и как эти элементы замещать, замещать, чтобы выздоравливать, помогать телу лучше себя чувствовать, гармоничнее себя чувствовать. А психотерапия ложится на все это, она психосоматику вытаскивает. Если есть болезнь какая-то, можно понять, где психосоматическое расстройство, уже через психосоматику вытащить уже причину болезни саму. Роман, и вот такой последний вопрос у меня. В основном, на какую целевую аудиторию вы нацелены, да, то есть это, например, больше по питанию или больше по работе с подсознанием? И вот с какими запросами в основном обращаются люди, и что им не хватает в жизни? Там деньги, здоровье, отношения, или вот питание правильное для здоровья? Расскажите об этом. Люди обращаются с разными проблемами, и со здоровьем, и с отношениями, и с деньгами с проблемами, и отношения личного плана между людьми. Конечно, больше всего это физиология, конечно, беспокоит людей постарше. Молодежь интересует больше отношения, есть проблемы в личной жизни, многих не могут устроить эти отношения, не могут в них разобраться. И, в общем-то, вся идея в том, чтобы как раз дать возможность помочь человеку найти себя. А здоровье – это основа. То есть, если тело страдает, значит, человек что-то не так делает, надо его немножко поправить, уровень, вывести его на новый уровень, и он сам пойдет. Тело очень умное, оно избавляется от любых болезней фактически. Ну, я не имею в виду угрокарму, да, там тяжелые какие-то следственные заболевания, или человек, с которыми приходят болезни в эту жизнь. А основа – это вот наша душа, которая, в общем-то, и является источником всех жизненных энергий в теле. И психология, наука о душе, она именно работает с душой. Вся проблема современной психологии и вообще современного общества в том, что забыли люди этот элемент – душу. Она является восточником. Как только душа уходит из тела, тело становится бренной, просто ветошью. Она не нужна никому. Это тело никому не нужное становится. Энергия души, энергия именно дживы, живого существа, она дает потенциал, дает энергию двигаться всем тканям, работать мозг и так далее. Поэтому, не понимая, как работает душа и что это такое, все общество в большой-большой иллюзии, в большом заблуждении. И именно в свое время, мне в жизни очень повезло, я попал в Индию, я три с половиной года там прожил, учился. У меня были очень сильные наработки, учителя очень мощные, я им благодарен. Они дали мне вот этот потенциал, понимание того, как работать с душой. Что это за энергия такая? Это и есть. И, Роман, очень интересно рассказываете, и сразу появляется новый вопрос, да? А с чего, собственно, начинаете вот с людьми? С чего следует начинать? Все-таки больше со здоровья, с питания или с установок, убеждений и вот ограничивающих, которые ограничивают человека? Или что, в первую очередь, прорабатывать, чтобы вот достичь результата в жизни? Я просто слушаю человека. Я слушаю его, я спрашиваю, что его интересует. Обычно это четыре сферы. Это здоровье, отношения, деньги и предназначения. То есть это баланс вот этих вот энергий, она позволяет человеку более-менее быть в балансе. Если у человека что-то, какая-то из сфер выходит из равновесия, значит, вот в этом мы и работаем. Люди сами обозначают, что их интересует. Как-то так. И у меня такой вот вопрос. Тоже был на мероприятии Полонского, да, и вот он такую вещь сказал, что вот пока у вас не загорелись глаза, и вы просто вот, вас энергия не прет, просто никому не подходите, ничем не занимаетесь. Так вот, какую методику посоветуете, чтобы с утра, например, с момента пробуждения зарядиться энергией на целый день и вот просто с этими горящими глазами весь день не проживать? Что вот нужно сделать такого, что может быть это питание или убеждения какие-то? Что можно сделать? Нужно к себе обратиться прежде всего, к себе, и подумать о том, что меня вдохновляет, чем я хочу заниматься в жизни. У нас 90% людей занимаются не тем, чем хотят заниматься. И это проблема. То есть они живут, не исполняя свое предназначение, они не вдохновлены действовать. И они работают за деньги. Но когда человек занимается своим предназначением, как следствие, материальная выгода приходит сама, то есть деньги или признание. И пока вы не поняли, что вы именно хотите делать, как вы можете быть полезны этому обществу, у вас не будут гореть глаза. Глаза должны гореть именно тогда. Глаза загораются тогда, когда человек вдохновлен идеей какой-то, вдохновлен. Вот за что тебе платить не будут, а ты будешь это делать, вот это и есть твое предназначение. Надо с предназначения начать. Готов работать с утками. Вот это даст тебе энергию. Вкладываться душой и в этом деле жить. Я понял. Огромная благодарность Роман. Я как исполнительный продюсер нашего канала Event TV и Максим, и Геннадий. Просто это ценный контент для канала, для телезрителей, для нашей целевой аудитории. Поэтому от всего сердца благодарю. Спасибо. И до новых встреч на канале Event TV. Спасибо большое. Спасибо.